И всем привет, ребят, с вами Сарваник, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен Аркаде, и это уже второй видос, связанный с этим ивентом. На сегодняшний момент времени у нас всё ещё первый день, но вы смотрите уже этот видеоролик на старте второго дня, и, возможно, уже даже второй ход у нас стартовал этой Аркады на момент выхода этого видеоролика. Я хочу поделиться своими виденьем и своими уже определёнными заметками, связанные с нашей новой мини-игрой, новой войной, новой Аркадой. И, возможно, дам какие-то определённые советы, потому что вопросов на сегодняшний день, связанных с этой игрой, очень и очень много. Понятное дело, что это только начало, и понятное дело, что ещё есть определённые проблемы, и даже уже провалы есть этой игры, потому что сейчас, на сегодняшний момент, ещё всё работает неправильно, и работает не так, как нужно. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Ну и дам вам определённые указания и советы, как нужно действовать, если вы хотите залутать как можно больше сундуков. Я перечитал все правила вдоль и поперёк несколько раз, дабы уже в этом видосе более подробно рассказать все эти моменты, которые я для себя подчеркнул. Ну и чуть больше разобрался в этой игре. Поэтому, если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вы хотите видеть видосы, связанные с этой дополнительной мини-игрой, ну я её могу назвать именно так, то обязательно поддержите данный видос лайком, и в комментариях напишите, что подобного рода контент вам интересен, и, возможно, даже на постоянной основе, ежедневно я буду записывать информацию, связанную с этой игрой и с тем, куда лучше ходить. Когда у нас в игре была война, а это что-то похожее именно на неё, то я как раз-таки видосы записывал ежедневно, где говорил, куда ходим, что делаем и куда распределяем силы. На сегодняшний момент времени на это возможность тоже есть, и я думаю, что если это вам интересно, то мы можем тоже всё это дело реализовывать. Я, как вы уже знаете, попался за пурпурных, но, в принципе, расскажу для всех фракций одинаковую вещь, вне зависимости от того, за кого вы попались. Первый ход, который уже привнёс провалы. Привалы в чём? Вы видите, что количество звёзд, да, набито на каждой планетке, ну, на каждом таком ходике, очень большое, да. Соответственно, у нас, если в правилах была написана информация о том, что считаются только те звёзды, которые вы набиваете в боях, и которые вы набиваете после того, как сделали ход, на сегодняшний момент времени это дело не работает. Надеюсь, что со следующего хода уже начнёт работать, и, возможно, когда вы смотрите видос, уже всё работает правильно. Но на момент первого дня у нас в этом плане полный провал, и здесь показывается общее количество ваших набитых звёзд на тот ход, на который вы проголосовали. То есть, например, я набил 1400 звёзд и пошёл на ход справа, все это 1400 звёзд пошло туда в сумму, в копилку. Хотя я должен был походить, ничего не должно было прибавиться, и только когда я набивал бы звёзды, тогда бы шли бы вот эти вот звёзды и дополнительные очки на эту клетку. Сейчас же это работает неправильно. Также на момент первого дня полностью известна схема работы металлоискателя. Металлоискатель работает таким образом, что вы набиваете 2000 танкоинов все вместе на определённой фракции, и ваша ячейка начинает сканироваться. Например, у пурпурных три таких ячейки, то есть надо было собрать три металлоискателя, чтобы прочекать три точки. И из этого следует, что у нас на одной точке, то есть на левой точке, в радиусе двух клеток находится первый сундук. То есть в радиусе этой клетки нету сундука рядом, в радиусе этой клетки сундука также нету. Но мы пойдём вперёд только на одну клетку, соответственно, эта клетка, которая на сегодняшний момент времени самая большая, и эта точка с как раз таки 700 очкой. И если учитывать все эти факторы, то как раз таки это абсолютно неправильный, неграмотный ход, если судить с точки зрения возможности получения первого сундука. То есть надо было ходить именно налево. Но я вообще пошёл направо. Почему пошёл? Потому что на момент записи видоса мне нужно было сделать ход, потому что было написано, что час, остаётся лишь час до следующего хода, хотя по сути с рестарта и по следующий аж день у нас считается только один день. То есть это ещё один провал, ещё одно недоразумение, которое произошло, и которое меня по сути забайтило на то, чтобы я как можно быстрее пошёл и сделал свой выбор. То есть я думал, что, например, у нас за первый день будет целых два хода. То есть с рестарта до 10 часов, и с 10 часов сутки до следующих 10 часов утра. По итогу всё это свелось к тому, что это лишь один день, и ход у нас как бы остался один. То есть я поторопился, и этого абсолютно не стоило делать. То есть ваша задача всегда изначально в момент начала хода не торопиться, не кидать свою сразу ход и делать решение, а дожидаться того момента, когда соберётся всё количество металлоискателей. То есть, например, у нас три клетки. То есть три клетки просвета, то есть три металлоискателя мы собираем и проверяем, куда лучше ходить. То есть пока вы эти металлоискатели не соберёте, делать ваш ход это как пальцем в небо. То есть у вас нет возможности и нет понятия того, куда вам нужно походить. А если у вас нет понятия, куда ходить, то и торопиться не стоит. То есть соберите вместе, сделайте тоже какой-нибудь свой вклад. Например, я сегодня тоже чуть-чуть пополнил балансу в этот металлоискатель. И собирается, например, вот три точки, три металлоискателя, проверяются вот эти вот все точки. То есть если металлоискатель проверяется, то на нём уже горит вот такая вот темка. Моргает это тот ход, куда вы походили. Ну и обводка это то, что показывает, где сундук находится, насколько далеко. Но, может быть, это и не так плохо, что мы пойдём как раз-таки наверх и заберём эту точку, потому что по моей логике, да, и по моему вообще видению, все самые лучшие призы в этой игре должны быть в районе центра. В районе центра всё должно быть самое жёсткое. По краям будут также сундуки с каждой из сторон. Надеюсь, что мой курсор видно. Я даже давайте сейчас проверю, виден ли у меня курсор. Да, захват курсора имеется. Это хорошо. В районе центра будут все самые лучшие призы, потому что у нас в сумме их всего 13. И по сути, все вот эти 13 призов, все 13 сундуков, они здесь написаны. То есть один сундук с соткой золотых ящиков, один сундук с 1000 мин, один с 1000 танкоинов, 1000 ремки, 1000 брони, 1000 ддшек, 1000 ускорений и с устройствами. Всего вот этих вот 13 сундуков. Всего 13. Вот именно все эти 13 штук, они здесь написаны. Я изначально думал, что это то, что может как бы попасться, а по сути здесь все эти 13 сундуков уже расписаны. То есть что в этой вся мини-игра в себе имеет. И сам ивент продлится до 12 числа. Но, но, еще один немаловажный фактор того, что эта мини-игра может закончиться досрочно. Если все сундуки будут найдены, игра автоматически прекращается, и та фракция, которая собрала какое-то определенное количество сундуков, она их и получает. То есть, например, все сундуки находятся, пурпурные нашли 3, там лазурит 4, там цитрус 2, и плазма там 5 условно. Все, игра окончена, все получают свои награды. Если же все сундуки не будут найдены, до 12 числа, то, пока они все не найдены, но, например, вы знаете, что у одной фракции есть сундук, например, здесь, у другой здесь, то у вас есть возможность этот сундук отжать. То есть вы можете прийти на этот сундук, при том, что эта фракция, когда находит сундук, теряет целый ход, чтобы откопать его, то есть вы наступаете на клетку, и должны потратить целый ход, то есть сутки, на то, чтобы откопать только этот сундук. Пока они там откапывают его, у вас есть возможность прийти как можно ближе и попробовать его отжать. Но отжать вы сможете только этот сундук, в том случае, если вы на этой точке, на которую пойдете атаковать, сумеете на ней набить большее количество звезд за один ход, то есть за одни сутки. Если такая возможность будет, если вы сможете это сделать, то у вашей фракции будет возможность также забрать, как бы, грубо говоря, чужое, грубо говоря, дополнительные сокровища. Насколько жестко все это дело будет работать, пока что непонятно, потому что, как я уже говорю, на сегодняшний момент времени у нас, грубо говоря, только первые сутки идут этой всей игры, но уже я для себя всю полностью картину этой игры вижу и понимаю. По сути, примерное распределение будет у каждой фракции равное, за исключением только того, если вдруг начнут переходить массовые игроки с одной фракции в другую. Те самые игроки, которые будут играть и которые будут набивать звезды. Но по ходу этой игры вы, в принципе, сами сможете увидеть, да, какая фракция лучше и за какую стоит играть. И за счет, как раз таки, возможности смены фракции, пока что на первый день ее невозможно оформить, но когда она появится, у вас будет возможность поменять. Если уж вы так сильно хотите забрать большее количество сундуков, увидите, что, например, там у пурпурных там 4 сундука, а у моей фракции там 1, попробуйте поменять, вдруг получится перейти как раз таки за другую сторону и залутать эти дополнительные сундуки. Но большее количество сундуков далеко не факт, что будет как раз таки лучше за счет, за счет того, что вы не знаете, какой там будет приз, да. По моей логике, в краях будут плохие призы, да, в центре будут хорошие призы, да, то есть, но это логично. То есть, с краю, например, вот здесь, от этой точки два хода, где-то здесь, например, условно, где-то вот в этом углу, например, находится сейчас сундук, но, по моему мнению, там сундук с хорошим устройством быть не может. То есть, по моему мнению, например, в том углу, ну, может быть, какая-нибудь тысяча мин, да, условно. Кто его знает, конечно, как это все дело распределялось, но я сужу с точки зрения своей какой-то определенной логики, я бы, если бы делал бы такую игру, то я бы все крутые призы расставлял бы по центру, да, и примерно я посчитал все эти клетки, то здесь есть определенный ромбик, да, в котором каждая фракция доходит примерно одинаково. То есть, я бы расположил бы как раз-таки в центре большое количество этих сундуков, но как оно на самом деле, я пока что не знаю. Это лишь мои предположения и мое видение. Поэтому мой вам совет всегда перед началом нового хода, перед тем, как проголосовать, дождитесь, посмотрите на металлоискатель, соберите нужное количество, дабы проверить нужную точку, и потом сделайте качественный, грамотный ход, да, чтобы не было подробных, подобных ошибок, провальных вещей в этой игре. Ну и вообще, в целом, на первый день выглядит все очень интересно, да, но в очередной раз не доработано до конца. Надеюсь, что за первые сутки, да, все доработают, сделают так, как написано, в правилах, потому что в правилах одна информация, на деле мы видим другую информацию и другую, вообще другой подсчет этих ходов, да, сделают все, приведут в порядок, и мы вместе с вами продолжим интересоваться этой вещью, вокруг нее записывать видосы, обсуждать на стримах, делать грамотные и качественные ходы, лететь за сундуками и формить дополнительные прикольные призы, при том, что есть реально интересные призы, которые хочется даже мне получить. Пишите, что вы думаете по поводу этой всей игрулечки, если я вам помог, чуть-чуть побольше, вы поняли что-то из этого видоса, я безумно благодарен буду вам, если вы поддержите данный видос лайком, ну и конечно же подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также не забывайте, то что у нас на сегодняшний момент времени есть очень крутой розыгрыш на 3 миллиона кристаллов, ссылочку в описании первую всегда оставляю, участвуйте, перед черной пятницей есть возможность залутать очень вкусные кристальные и не только кристальные призы и даже премочку, могу заспорить, премочку можно будет тоже залутать, поэтому поучаствуйте обязательно, ну и не забывайте про такт создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кема личный так это так темп, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов, у меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!